Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс. Обновленная локация, очень много информации, все то, что нужно знать, что подсчитали, также подсказали, давайте в одном видосе все это уместить надо. Вылетаем на глобальную локацию, самое интересное, про Виант и что с ним делать. В принципе вы знаете, что Камуна сейчас вообще какая-то другая, ты прошел это все за 5 минут, без никаких проблем, собрал нужные ресурсы, в принципе Камуна у тебя пройдена 2 дня до следующего события, да, то есть все. Остальное, что остается, это открывать вот эти вот крутые ящики, та где она там сама, и естественно получать крутые награды. За это все тоже не переживает, получим. Но, давай начнем с того, где же лучше фармить, сколько же дается и насколько круто это получается. Итак, что мы видим? У нас есть зеленая локация, про Виантом, когда ее лупашешь, 15 вот этих вот рун залетает к тебе сразу в карман. Дальше, это оранжевая локация, 20, приятно. Кстати, это также и эти локации, то есть сосновые леса тоже. С этой уже 40, мы это знаем, приятно. Самое так, дальше мы смотрим. Вот у нас дубовая, здесь уже 80, то есть в принципе, что дубовую гасить, оранжевую, что вот эту, да, тут 2 по 5, здесь 1 за 10. Так вот вопрос сейчас стоит 12, 80 точно так же, поэтому вариант стоит, если тебе нужен дуб, то оранжевая пошел-пошел, дал-дал, ушел. Либо это, если что, то вот такие вот каменные. Это про Виантик. Все, что нужно знать, об этом да. Но также на стриме сегодня проверяли, если вам интересно, зайдите, сколько же дают локации, если ты ее зачистишь. Зачистишь, можно так сказать, вручную. Как бы там ни было, мы сталкиваемся с зачисткой вручную. Если мы играем без доната, говорим об этом сейчас всерьез. То есть, вот эта вся тема займет у тебя очень много времени. Так, что такое зеленая локация? Потому что у нас зеленая локация дает, за то, что ты ее просто вручную забабахаешь, это от 16 до 20 вот этих вот оленьих рун. Руны. Так, дальше. Это оранжевая локация. У нас 34-40. Даже, может быть, 42. Говорят, ребята, что 42 получали, но я не получал, несколько раз чистили. Красная локация от 46 до 56-58. Красная локация. То есть, заходишь и вот эти вот руны здесь получаешь с ноги. Если говорить о времени зачистки, то дубовая оранжевая локация тоже дает 46, 50 даже один раз дала. Ну и дубы дали 55, там 52, даже 45-46 давали. Ну, короче, смысл в чем? Если ты имеешь много огнестрела, ты зашел, типа, всех собрал и сразу там гранатометом, либо чем-то слил. Понятия не имею, как долго нужно оформить это копьем мачете. Даже проверять не хочу. Кстати, события где-то делись. Просто ушли, улетели, улетучились и зашли. Короче, их практически нету. Появляется очень редко, но я не видел так долго. Так, что у нас по рунам? За вот этих ходячих 2, 2 руны. Вообще, борода полнейшая, 2 рунки. За бегущего 4 рунки. И, по-моему, если не ошибаюсь, за толстяка 6 руна. Борода полнейшая. Также это, конечно, не сильно приятно. Но, тем не менее, ничего с этим не поделаешь. Никуда от этого не убежишь. То есть, приходится оформить. Если ты немножечко в математике шаришь. Сейчас мы будем это все делать. То есть, сегодня мы это все посмотрим. Все равно оформить это все буду. Зачищаем локацию. То есть, я не засек, конечно, сколько-то. Подожди, я забываю глаза собирать. Также не забываем, что здесь. Глаза, мозги. И что там еще сердца падает. То есть, это тоже. Вот так вот. Это легко, да. То есть, ходить, шарабанить всех огнестрелом. Ну, если мачетами, палками, ломалками, тактыкалками, кувалдами. Ну, короче, всем ближнебойным. Поверьте, это очень долго. Во-первых, вам нужно большое количество локаций. На секундочку, да. То есть, чтобы, во-первых, открыть ящики. Они в геометрической прогрессии увеличивают свою стоимость. Гадалочки, не ходи. Ты просто выходишь на локейшн и понимаешь, что ты попал. Туда попал. Естественно, в мир большого фарма. Нереально большого фарма. И если бы можно было вызывать всех в одно место, это было бы идеально. О чем я говорю, когда такая тема была. Типа такой вот сигнализацию ставишь, и все зомби к тебе идут. Так, что хотелось бы сказать. За оранжевые, за дубы и все остальное мы узнали. Сразу скажу, что сколько бы ты ни крутил, у тебя всегда выйдет. Ну, то есть, 300, и там потолок. Больше 300. В самой ящик не стоит. То есть, ты крутишь вот это. Писали на стриме так же, что я уже там получил. Доказательства никто не приносит. То есть, 75. То есть, у меня получается, я не знаю, 79 или 80. Получается вот так вот. Я буду сейчас фармить это все дело. То есть, лучше всего, как показала практика, естественно, дубовые леса. Ну, они немного сложнее, мне кажется. Ну, и с другой стороны, в дубовых лесах, по-моему, события не попадают. Поэтому, я вот не знаю. Но попробуем сейчас быстренько этим калашиком дубовые леса шмальнуть. И что хотелось сказать. Может быть, не все так плачевно, как хотелось бы сейчас вам это все описать. Ну, и с ним не все так плачевно, как я сейчас это все описываю. Через один день, 13 часов, у нас, во-первых, пройдет еще один ритуал. Еще один ритуал. Попробуем там поджечь этот костер. Попробуем сразиться с боссом. Все остальное. О боссе сейчас тоже скажу. Попробуем сразиться с боссом. Все остальное. Может быть, появятся новые зомби. Новые виды зомби обязательно должны появиться. Обязательно должна быть какой-то ажиотаж. Здесь в дубах, мне кажется, просто элементарно больше бегунов, чем ходунов. А ходуны, вы знаете, меньше, бегуны больше. Короче, врываемся, не стесняемся. Прямо внутрь, залетаем, как говорится. Ищем, лутаем. Что хотелось бы сказать. Может быть, появятся еще какие-то виды. Виды оружия. О, виды зомби. Они тоже будут давать. То есть, мы помним, что еще есть и зимние локации. Если вы проходили коммуну, вы там зимний сет нашли. Может быть, это ад. Вот именно вот эта вот пасхалочка. Динь-динь-динь-динь. Это все очень-очень интересно. Потому что об этом тоже забывать нельзя. О зимних локациях. Мне кажется, что и Мертвый остров проснется. Мне кажется, что... Да, новичок может остаться на этих. Он в любом случае останется на этих. Но средним игрокам откроется. Я так понимаю. Да, вот видите, уже здесь больше. Потому что здесь два толстяка. Вот этих это уже там больше. То есть, 6-6. То есть, по чуть-чуть. Но больше падает вот этих вкусняшек. Кайфов, кайфуль. Есть шансы мозги здесь получать. Ну, короче, это точно. Губовая локация. Ну, чисто из-за того, что у них здесь просто больше зомби. Все. Ну, то есть, не больше зомби. А другие зомби, там, шанс, может быть, толстяков побольше. Да и все. Есть большая проблема с вот этими выжившими. Которые здесь, в принципе, ходят. Бродят. О чем я говорю, вы, наверное, поняли. Потому что выжившие тоже могут сливать ваших зомби. А вам же дают за них, ну, именно неотъемлемую часть того, чего вам нужно. Так, забираем все. Вроде как, тех ресурсов, которые именно нам нужны, нету. Ну, и понятно, что если ты уже собрался, то я думаю, что лучше пойди в дубы. Во-первых, здесь и дубчика рубануть. Ну, и поэффективнее можно получить вот эти вот очечи. Опять-таки, я не засек. Но, в принципе, я думаю, что где-то соу-соу. Я еще и не всю локацию зачистил. Так, возвращаемся к нашим вот этим поискам. Что нам нужно? Нам нужно сейчас большое количество еще рун. Я попробую влупить сейчас вот сюда. Мне как раз и известняк нужен. Ну, вот так вот. То есть, по сорокету лупашим. Проверил все другие локации. Не даются. То есть, это понятно, что не даются. Измененные. То есть, руны даются только здесь, и тут, и все. Так, что у нас по рунам получается? Руны, конечно, туговато формятся. Если ты хочешь прям вот так вот щелчком пальца формануть большое количество, то придется большое количество и потратить. Покупаем за... Если говорить о донатной основе, то лучше их купить сразу руны. Но давай начнем с того, что все-таки руны купить, то тема хорошая. Никто тебе не запрещает их покупать. И тема вообще подъемная. Да, типа ты можешь это все сделать. Понятно. Но давай начнем с того, что... Если ты купишь провиант, он дороже, явно дороже идет. То ты еще и получишь кучу ресурсов, которые автоматически отправляются к тебе на почту. То есть, это резиновые изделия, болты, металлолом, сырой мяф. Поверь, это все понадобится тебе, не сегодня, а так завтра. Так, что хотелось сказать. Я добил провиантом специально. Мы в Самайнд заходим. И вот 300, видишь, цена 300. То есть, крутишь, 300 дальше остается. Подсчеты. Если ты там... Арифметика у тебя там небольшая. Я считал, что за 8 дней, если забрать, ну вот 9 дней, да. То есть, еще один день запас оставляем. То есть, не считай сегодняшний день. То есть, если ты хочешь, там прям вот за 8 дней хочешь забрать все награды, то 1400, да, в день. Плюс-минус 100. Я думаю, что могут быть сейчас ребята, которые могут сказать, что типа, Михалыч, что-то не то ты, наверное, где-то что-то попутал. Обязательно пишите об этом в комментариях. Я могу реально там что-то перепутать. Но на самом деле, достаточно неплохое количество вот этих вот очечий придется формировать. То есть, если ты пойдешь в красные дубы, тебе выдаваться там 45-60. Если ты там счастливчик, то 62, как кто-то писал, 64 руны. Давайте посчитаем. Даже в лучшем случае, вот тебе везет. Ты тупо нормально, тупо вот портовый. 60 я даю в среднем 60 рун. 10 локаций, 620 локаций, да. Ну, то есть, 20, 20, 25. 25 локаций зачистить надо. Одна локация с FN-scar чистится в районе минуты полторы. 20 локаций, ну ладно, давай 2-3 минуты даем. То есть, в районе часа тебе гасить нужно каждый день. Если, естественно. О чем я вам говорю. А, оно обязательно должно случиться, я уверен. Очень уверен. На все 50%. Честно, я всегда и рада дать чего-то большого. Кто проходил коммуну, кто играет не первый день в игру. Вот здесь, знаешь, что там кто-то шептал, что-то читал. Какие-то заклинания, дядь. Там что-то такое происходило. Жесть. Что-то здесь реально какие-то. Кто-то шуршал клеткой. Железные шуршания было. Постоянно кричал. А кто-то читал то ли молитвы. Но больше всего, что молитвы или какие-то заклинания произносил здесь. То есть, получается, что здесь изгоняли демонов. Или пытались что-то сделать с кем-то. Здесь будет босс. Босс. Финальный босс. Однозначно он будет. Почему я взял? Это не фонарик. Это просто не выдумка. Это не сказка. Почему босс будет? Потому что в одном из постов разработчики уже закинули нам это. И сказали, что типа ждите. Драгоцен. Типа финальный. А, помогите нам создать финального босса. Дядь. Помнишь? Это такое. Я тебя даже веду с отдельным делом. И ты тоже мог проголосовать. Каждый из вас делал ветера. Короче, я вот сейчас уже картинку эту уменьшаю. Потому что она такая большая. Так. Вот. И выбери голову типа одного из боссов финальных. Сейчас не идет речь о том, какая именно голова выберется. Кто из них точно будет. Но мне кажется, что тыквоголовый. Логично. Это Хэллоуин. Тыквоголовый. Я голосовал за спрута. За вот этого осьминога. Прикольный темп. Темп. Вообще очень четкий. Ведьму мы уже сегодня видели. Босс, который там воровал всех. Хотя, если честно, я не знаю, что там. Какие результаты голосования. Незабываемо вот этому торговцу, который там типа за ништяки продает тоже ништяки. На самом деле не самое лучшее. Но 25 копеек я бы за них не дал. Но, если честно, для ритуального огня. Если ты фармишь, реально фармишь. То ты знаешь, что вот эти вот глаза. Вот эти вот сердца. Если мозги, по-моему, ни разу не падали, да? Они падают. Получается, что вот это все очень и очень таки часто падало. И их можно просто выменить на что-то, на какой-то ништяк. Я видел у Арама и Карбон, по-моему, был. А я тут ракетницу в прошлый раз. В принципе, вот такая вот тема. Что хотел сказать, что большое количество фарма. Это да. В общем, если посчитать, что ты будешь типа там час, тере два в день. Ну, это прям с офенскаром. Я думаю, что за час. Ну, Арам за час с гвоздометом поднял. Сейчас скажу, сколько стоит самая минимальная покупка вот этих вот ритуальных костей. Да что ж ты будешь делать? Сейчас я быстренько, ребят. Чтобы сказать такую инфу за час с гвоздометом. Я, кстати, тоже хочу попробовать. То есть, вот, нажимаем купить, да. Он за час, то есть полторы тысячи где-то вольнул. Полторы тысячи за час с гвоздометом. Ну, там он еще чуть-чуть лупашил с провиантом. Ну, давай начнем с того же. Тысячу за час можно гасануться гвоздометом с офенскаром. Давай скажем, что это быстрее. Ну, то есть, час плюс нужно потратить в день, чтобы вот этот вот скин все-таки получить. Как получить скин без доната. Вы знаете, что этот скин очень крутой, уникальный. То есть, мы все знаем, что... Зачем мы его крутим? Затем, чтобы получить те награды, которые... Ну, то есть, понятно, нас сюда перекидывать. Нужно 300 нафармить. Тот скин, который всем нравится. Я очень хочу его получить. Он красивый, интересный. События достаточно интересные. Я потратил очень много времени, играя в Last Day. И хочу, чтобы память о каждом сезоне у меня оставалась. То есть, у меня вот заходят ребята, которые играют там 2-3 года уже. Ну, много, кто играет много в игру эту. И все равно спрашивают, типа, а что это у тебя тут? Сейчас покажу. Ну, Билсон, понятно. Это все такое. Ну, это ритуальный огонь вообще свежак. Ну, типа, что это за пальцы вот это вот день рождения 2 года? Что это за ящик у тебя? Это магнитофон, слышите, играет очень красиво. Такая музыка просто танцевал бы, не переставая под эту музыку. Вот это и хочу, чтобы скин тоже остался со мной. С прошлого там года всякие-всящие. Я очень сильно хотел канистру выбить. Или как она? Ну, канистру, да? Но получается, что не было. Одежда. Вот я хочу показать вам вот этого. Вот такого вот штриха. Можно быть. Самайн. Нужно каждый день забирать. Как минимум открывать там вот эти вот ящики, фармить часик в день и открывать. Ну, чем больше ты откроешь, чем быстрее, короче, дойдешь до вот этой вот цели. Темный же нет. Именно это то, что фирме нужно. То, что мы, конечно. Так, сейчас я смотрю. Ребята писали мне. Если ты будешь делать 10 открытий шкалы прокрута, 8 дней. Ну, то есть 8 открытий 10 дней. Каждый день нужно фармить. Если ты будешь прям впритык. И я бы, конечно, открывал 10 лучше ящиков в день. Но если ты хочешь получить самый крутой скин. То тебе надо делать либо 10 открытий ежедневно. Либо 8 дней, но 10 открытий. Либо 10 дней, но 8 открытий. Получается, я бы, конечно, я буду делать стараться по 10 открытий вот этого ящика. Сейчас пойду фармить. В принципе, надеюсь, что все, вся вот эта вот тема пройдет. За ритуальные огни в конце вот такое животное самайно прилетит. То есть ты костры все подожжешь, потому что тут же именно имитировано по времени. 8 костров минимум. Лучше больше. Вот что нам нужно знать, чтобы без доната достать этот скин. Вам огромное спасибо, ребят, промазал. Вам огромное спасибо. Пока, увидимся в следующих видео. А рейдеры это заслуживают. Я думаю, факт, который мы тыкнули рейдерам, они даже не обидятся. Всем удачи, всем пока. Пишите комменты. Увидимся в следующих видео.